ну ты чё ну тут такая ситуация была в общем воскресенье я иду по песчаной вижу там на стадионе что-то кони там свиньи цирк захожу а там цирк я думаю перерыв может номер покажу какой-то и у меня есть сальто начал начал как бы сальто делать и ко мне подходит лысый мужик слушать ничего его не узнал лысого мужика нет не узнал я же в футболе не разбираюсь я же эксперт на матче а ну так понятно и говорит что ты прыгаешь что ты прыгаешь говорит ну я думаю ну просто может ему не понравилось да ну может не понравился давайте вам что-то другое достал значит шарики и начал жонглировать жонглировать начал он мне говорит что-то там руками машешь и этот жанр вам не нравится давайте я вам расскажу анекдот и говорю мы заходят как-то лысый в бар и он мне говорит езжай домой говорит клоун блять ну ладно старик ну я нихуя и поехал пойдем с нами программу проведи да у меня веселая программа могу я ребята у меня дел по горло я эксперт на матч-тв я вар отсматриваю мне еще закон проект по фан-эдди дорабатывать да ты конечно сейчас на разрыв ты вообще сейчас всем нужен серьезный человек серьезный человек это футбол брат погнали а сколько еще клоунов российском футболе осталось и когда закончится этот цирк возможно узнаем в самом конце программы добро пожаловать к нам это футбол брат поехали сегодня в программе ростов оступается в матче с уралом а баскаль неожиданно напал на федотова после дерби баринов раскритиковал партнеров по команде в после матчевых интервью с иска не справился с торпедовским автобусом это футбол брат мы единственные кто читает ваши комментарии основываясь на них я сейчас представлю наших сегодняшних героев сегодня у нас в студии тимур променял серьезную передачу на сборище у шлепков гурская в студии пахнет жопками от хинкали это значит что сегодня с нами отар ты стал посмешищем кушанашвили ну и конечно соус этой программе придаст фидос кого вы вместо нагучева посадили масло кос посетители смены константину еще от них суток за 300 а не симов да ты правильно понимаю что сам себе режиссер закрыли и мы таки там срочно надо их заменить вот эти вот нарезки и же были было просто чистые сам себе режиссера это мемы мы любим мемы мемы если ты не кидаешь человеку мемы. Ты никто. Ты он тебе никто. А теперь кто изобрел мемы? Мемы. Продолжай. Продолжай. Официальная, дамы и господа, простительская часть программы мемы изобрел Атар Кушеножидов. Мы можем включить здесь какой-то счетчик пиздежа Ататара? Поверь мне, мы его включали, он сломался. Ломается через полчаса. Уровень вообще просто пиздежа Ататара. Можно оценить его свитером. Пиздежа Ататара? Это что-то еще оттуда? Смотри, видишь? Четыре звезды. Это последний пассажир в его такси оставил. Скажи серьезную версию. Серьезная версия. Серьезная версия. Серьезная версия. Спасибо. Да, у нас роман отсутствует, потому что роман у нас сбежал из студии. Потому что роман у нас Нагучев, да? Да. И он балдеет у нас. Балдеет в своем любимом городе, на своем любимом стадионе. Вкера феерил там. Видео у нас есть, давайте. Да. Ребят, всем привет. Я только что прокомментировал матч Спартака и Факела в Воронеже. И вы знаете, это такой потрясающий город. Он такой дружелюбный, такой великолепный. На стадионе фантастическая атмосфера. И поэтому я здесь, пожалуй, останусь. И завтра снова пойду на стадион, чтобы насладиться его великолепной атмосферой. Воронеж, топ. Все, записали? Записали. Давай иди отсюда. Еще и вякнешь, что ли, про Воронеж. Это Воронеж, брат. Роман, Роман, мы скучаем по тебе, и приходится вот закрывать дыры, например, Атаром Кушанашвили. Откровенное лицемерие. Никто не скучает, по-другому. Откровенное лицемерие. Вот ведь, вот настоящий коллега. Аплодисменты ему. Подожди секунду, подожди секунду. Редкая, редкая возможность увидеть Атара Кушанашвили сзади. Потому что Атар всегда, всегда догоняет. Всегда. Ребята, гордитесь этим моментом. Потому что Атар настоящий мужик. Кстати, по поводу настоящих мужиков. Две недели назад Атар, ты поучаствовал вот в таком моменте у нас на шоу. Давайте вспомним его. Блестящая в программе. Похлопай зрителям, Свиноза. Да, я поворачиваюсь. Похлопаю, похлопаю. Пусть мы по такую жирную шопу посмотрим. Я сразу понадобится. Я возьму вот эту на память, Миша. Каково покажу ее. Возьми, возьми. Туалет как раз. Скажу тебе, Мискриня, когда он пройдет? Ну, редкий пидарюга, конечно. Редкий пидарюга, я. Фидос. Почему у тебя такая пауза? Ну, у пидарюги только в медиафутболе есть? Нет, они прямо, ты заметил, они обменялись как, да? Сначала Белоголовцев назвал его Свинотой. Так. Атар выждал паузу такую хорошую и смачно. Два года. А там стил. Два года, да. Все ушли. Они готовились к какому-то матчу, мне кажется. И Сергей Белоголовцев снова приходил к нам в студию и спросил в гримерке. Да. Ребята, я не понял, когда Атар сказал про пидарюгу, он меня имел в виду? В виду. Он добавил в виду. Это он спросил с надеждой в голосе. На утвердительный ответ. Да, да. Разъясни. Человек, который придумал разъяснение, пожалуйста. Конечно, конечно, хотелось бы сказать, что я вовсе не имел в виду, что Белоголовцев пидарюга. Ну, знаете, иногда нужно и правду ведь говорить, блядь. Но в этот раз опять не получилось. Ауче. Переходим к раздаче ништяков. Прежде чем мы начнем, кое-какие итоги. Месяц назад я пообещал подарок автору одного комментария. Это «Футбол, брат», единственное футбольное шоу, которое можно смотреть вместе с девушкой. Я почитал комментарии, и там был один из комментариев, в котором человек написал, раньше я смотрел футбольные программы один, но это «Футбол, брат, смотрю» со своей девушкой, мы смеемся. От себя я автору этого комментария, который написал, что начал смотреть наше шоу с девушкой, отправлю комплект постельного белья. Молодец. Сказано, сделано. Человек с ником Дмитрий Пятница, напиши нам, и я отправлю тебе не просто какую-то хрень от ар, которую ты отправляешь постоянно своим друзьям, а постельное белье. Это футбол, брат, ничего себе. Потому что нам написали ребята, что они вдвоем. Раньше парень смотрел программы «Про футбол-один», а теперь вместе с девушкой. Тебя еще не было в этой программе. То есть, возможно, опять нужно на одного будет. Да. Ложитесь в это бязевое постельное белье, 100% хлопок. Смотрите наше шоу. Оно длится ровно столько, сколько никогда не длился сексу от Ары Кушанашвили. Блядь, это хуже, чем обозвать педаль. Хочешь, мы тебя спасем? Хочешь, мы закончим прямо сейчас наш выпуск? Нет, мы не хотим спасать от Ары Кушанашвили. Чтобы не было правдоподобно. Нет такой задачи. Нет вообще. Мы не хотим бросать тебе круг спасательный. Ну ты скажи людям, от кого подарок-то? Теперь правду скажи. Это же и я дарю людям этот подарок. Подарок от компании на улице Наговицыной. А чья это компания? Скажи людям, чья это компания? Федь, какая компания? Чья это улица? Чья это дом? Там уже за десяточку перешел счетчик, нет? Кто считает? Можно я верну в справедливое русло? Я раздаю подарки. Атар, ты ничего не даришь, я делаю это вместо тебя. У нас был конкурс, как бы пошутить над Александром Кокорином, у которого машину припарковали в ворота. В ворота. В футбольном поле. И вот Огнен Карич написал. Позвонить Кокорину и сказать, что есть вариант с локомотивом на 3 миллиона в год. Кокорин приезжает на встречу и узнает, что Цорна уволили, и сделка отменяется. Это шутка? Как считаете? Справедливо по реакции зала выдали сейчас приз. За самую грустную просто. Это просто из жизни. И жизни не всегда смешно просто бывает. Потому что жизнь главный драматург. Ну, конечно. Это я себе ВКонтакте прямо сейчас и напишу. Как ты думаешь, чей это афоризм, блядь? О! Кто придумал ВКонтакте? Чей это афоризм, блядь? Атар Кушанашвили. Да. Однажды Атар пытался найти свою одноклассницу, для этого он придумал одноклассники. Но не нашел, но не нашел, и тогда придумал одноклассницу. Блестяще. Так, мы продолжаем. Петицию мы собирали, какую можно подписать, чтобы сделать наш футбол лучше. Победитель Артем Шука. Ребята, петиция. Собираем подписи за то, чтобы со следующего сезона у всех клубов РПЛ спонсором был Газпром. И жизнь удалась. Все. Тогда у нас будет просто чемпионат, где по очереди все набирают по три очка. Или по одному. Все играют в ничью. Сколько получается? 30 матчей, по 30 очков у каждой команды. Класс. Отлично. И золотой матч между всеми. Одновременно. Все выбегают. И бьются. И бьются. Идея для медиафутбола. И в это время в Питере же играет правильно. И золотой дождь. Все, шикарно. А мы напоминаем, что золотой дождь придумал Атар Кушанашвили. Я прошу прощения. А он был... Где именно? В какой роли он был, когда придумывал золотой дождь? Он был древнегреческим богом. Богом дождя. А вот Артем Шука, да, победитель? Артем Шука, да. Артем Шука, это как ты думаешь? Это человек просто шепелявит, даже когда свой никнейм пишет? Например, да. У него клавиатура шепеляет немножко. В общем, ребятушки, пишите нам. Призы достанутся вам. А теперь для всех тех, кто не участвует в конкурсах по разным причинам, но хочет ништяки. Наши друзья из Фонбет подготовили для подписчиков канала классный бонус. Переходи по ссылке, закрепленной у нас в комментариях. Регистрируйся и по промокоду БРО получай фрибет 2000 рублей в удобном мобильном приложении. Я. Красиво. Ты что не хлопаете? Два косаря на халяву. Когда ты последний раз видел два косаря? Я даже вспомнить не могу, когда я гигантскую сумму видел. Поэтому я стал первый хлопать. Вот это приз. А я видел, что хлопки раздаются, а руки на месте. Удивительный человек. Он придумал монтаж. Так, двигаемся дальше. Давайте поговорим вообще о том, что нас, грубо говоря, скоро ждет. И вообще, что происходит у нас в российском футболе. Что-то ждет? А начнем с самого зрелищного. Что-что? Что-то ждет хорошее. Каждый раз я просыпаюсь, открываю окно перед туром, поют птицы, поднимается солнце. Что, белоснежка, что ли? У меня на 39 этаже устанавливает кондиционер. Значит, в медиалиге произошло то, что мы говорили. 16 команд выбегают, играют. Вы двигаетесь в этом направлении. У вас появился мяч другого цвета. Да, оранжевый. Оранжевый? Оранжевый. Такое ощущение, что Сюткин начал раздавать. Или это оранжевая. Или вот это вот. Да, это Ирма Сахадзе пела. Напомню, что Ирму Сахадзе какое-то время заменял от Аркуши наш. Расскажи, пожалуйста, что... Не наоборот разве было? Что? Вот для нас, для людей... То есть ты хочешь сказать, что сейчас здесь в студии Ирма Сахадзе? Нет, ни в коем случае. Для людей, которые живут воспоминаниями о телеканале ТВ6. Да. В медиафутболе что дает право... Что дает оранжевый мяч? Ну, там появилось несколько экспериментальных правил. И вот одно из них, оранжевый мяч, его может взять любая команда на 3 минуты. И гол, забитый оранжевым мячом, будет считаться за 2. То есть ты, например, горишь 0-1 за 5 минут до конца. Берешь оранжевый мяч, убегаешь в атаку, тебе им забивают, получается 0-3 ты проиграл. Но либо... Но либо ты можешь все-таки воспользоваться оранжевым мячом, забить, и счет будет 2-1. И так две, по-моему, команды добыли себе победы реально на последних минутах, забив оранжевым мячом. Были и другие экспериментальные правила, но вот оранжевый мяч остается до конца регулярного чемпионата МФЛ. Как они оба хотят сказать? Один вот так, второй вот так готовится, показывает, что они... Нет, 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 наоборот, наоборот. Это в виде эксперимента обведено правило? Нет, а есть такая медиафутбол, ты же знаешь. Медиафутбол я учредил. Ну все. Давайте расскажите мне, блядь, про медиафутбол. Медиафутбол мою команду не взяли. Медиа это не с медициной связано, а так, понимаешь, это не то. Оранжевый мяч введен в порядке эксперимента только этот сезон. Пока что он введен был в порядке эксперимента на один тур. Эксперимент получился отличным. Мостовой удивился, правильно? Я что, блядь, реально тренирую? Наконец-то! Цитата от Мостового. Как это может быть справедливо? Просто обидно за ребят. Счет должен был быть 3-3. Вот он и называется медиафутбол. Это не настоящий футбол. Понял, он в четвертом туре. Четыре тура он тренировал. Думал, что это настоящий футбол. Наконец-то его взяли в настоящий футбол. Ну ладно, давайте уж честно говорить, что по уровню игры в медиафутболе это абсолютно приближено к настоящему футболу. И Амкал Студротс показали в Кубке России, что это означало. А что касается правил различных веселух, да? Слушай, ну я тебе расскажу. Я же был вообще самый главный противник. И когда мы познакомились с этим, мы ругались из-за этого, что я говорил, что это не надо. Но я теперь посещаю матчи. Это действительно очень прикольно. У них теперь есть новое правило. 25 минут чистого времени. И 3 минуты мяча вот этого, как ты думаешь, ну вроде в большом футболе, если у тебя в команде есть Соболев или Джики, 3 минуты пролетит как секунду. Они будут лежать эти 3 минуты. Но там это не работает. Там только чистое время. Да, оранжевый мяч, он работает реально вместе с чистым временем. И поэтому, по-моему, из 5 случаев ввода оранжевого мяча, чуть ли не в 4 случаях был забит гол. Классно. Слушайте, это лаборатория для будущего футбола. Ну это прикольно, на самом деле. Вы такие очевидные ручки, да, такие? Из бутылок стряпываете там. Смотрите на субботу утром на Первом канале. Пока все глупы. Ось, ты знаешь, какое событие произошло в этом туре? Давай. Ты даже не представляешь. Есть такая команда, Матч ТВ. Константина Генича. О, интересно. Которая не выигрывала 489 тысяч дней. И в этом туре, наконец-то, она выиграла, обыграв команду Мостового. Ты представляешь, уровень тренера Мостового? Ну это зашкаливает, конечно. Поэтому... Подожди, а можно полюбово выставить? Генич играет или Генич тренирует? В каком качестве он там? Он бегает и орет. Он выходит и играет. Я просто тут отвлекся, я посчитал по мнению Тимура. Команда Матч ТВ не выигрывала 1339 лет. Да. То, что было 1339 лет назад, прекрасно помнит о Тарпе. Конечно, потому что ему три года было. Он как раз три года. Он тогда устроился на ТВ6. Когда ко мне, когда ко мне, тогда уже, к 68-летнему гуру, португальского гуру, пришел маленький Саша Мостовой, в Саша Мостовой пришел, он все время бурчал, уже тогда, я помню его пятилетним. А ты, наверное, от живота звук был. А вы знаете, что пальцы... Нет, Мостового. Кто не в курсе, пальцы от Ары Кушанашвили самостоятельно уходят в такое вот положение. Вот он не может держать руку иначе. Это правда. Вот как только он начинает что-то говорить, автоматом рука идет вот так вот. Вот так вот, все. Это телескопические пальцы, понимаешь, как удочку так делаешь. А можно поливопытствовать, Костя? А в этом футбол, это футбол, грузинский брат, сюда Мостовой приходил хоть раз? Нет, нет, нет. А как вы думаете, он придет, если его, так как я сказал бы, Федя, ангажироваться? Давайте позовем Мостового. Давайте, три-четыре. Мостовой! Любой разговор, предполагающе. Но они просят вас, Александр. Они просят. Насколько все сейчас охуеют, если реально, прикинь, такой, да, здрасте, я тут неподалеку покупал мед и решил зайти на ярмарке меда. Так, у нас прошел очередной тур тоже экспериментального турнира, который называется Фонбет Кубок России. И Локомотив обыграл ослабленные буквально уходом Терюшкова Химки со счетом 1-0. Забив гол с проплаченного мною пенальти. Вот чем ты человек с четырьмя звездами на груди? А где ты думаешь, пятая звезда? Где пятая? Но это понимаешь, что ему нужно еще посидеть какой-то время. А ты забрал зенит. У-у-у! Есть, это есть. Давайте поговорим, что дальше ждет Химки. Кто дальше ждет Химки? Я не знаю, я думаю, турнир ФНЛ, я думаю, ждет. Три буквы опять? Я думаю, три буквы. Опять три буквы. А как, сложно ли выбираться из ФНЛ обратно, поиграв в сезон? Вот эти команды лифт, они до сих пор... Ну, обрати внимание на команду Уфа. Ты видишь, она потихоньку, по одной букве начинает потихоньку исчезать. Да! А-а-а! Мне кажется, даже знаешь как, вот Уфы, представьте, помните назад в будущее фильм, когда фотографии исчезали люди? Разбывает. Вот там сейчас у них на командном фото такие тоже люди исчезают такие. Останется потом только ФА, да? Там-то... Что бы там ни осталось, я уверен в будущем только одного парня из Уфы. Да. Моего ученика, Шамиля Газизова. Наоборот, ты всегда говорил, что те, кто хорошо ворует, это не твои ученики. Я говорил такую ересь? Да. Кто хорошо пиздит, тот первый мой ученик нах. А почему же ты так не делаешь? Потом... Нет, ну, послушайте, я уже в преклонных лет... Я не теоретик, не практик, да? Совесть уже, дети выросли, не хочу при них, но ЦОРН... Какое-то время мы помним Атара под именем Карл Маркс, вы же знаете. Он под этим псевдонимом выступал. Кстати, я, знаете, хочу сейчас сразу же комментаторам написать, кого и чему Атар Кушанашвили обучил в этой жизни. Наоборот, ты лучше напиши, если у него куда-то написал, что чему не обучил его. А, чему не обучил. Так, давайте пиши два варианта, кого обучил Атар Кушанашвили, кого не обучил. За классные варианты мы раздадим вам подарки. Мой приз в программе «Это футбол, брат» лично от меня. Рукопожатие Атара. Нет, 500 грузинских мамоебанных ларей, блядь. А как ты сможешь доказать, что эти лари будут действительно мамоебаные? Это я не смогу доказать. Будет видео? Слушайте, реально, вот, пожалуйста, опять напиздел. Так, в общем, классный у нас прошел тур. И у нас, кстати, забил гроза прошлого сезона. Агаларов забил. Видишь, погода сегодня какая ужасная. Да не вижу, мы в студии сидим, не вылезаем. Ну, ты же заходил сюда, ты видел, как погода испортилась? Нет, у вас Белоголовцев здесь жил. Да, но он неделю спал здесь, да. Он думал, что его Атар ждет на выходе. Я только хотел винтить это наблюдение. Мы были в Махачкале, я вёл там на зло кости триумфальный концерт. И после моего триумфального, традиционного для меня концерта, мы встретились с двумя игроками махачкалинского «Динамо». Они играли вместе с Агаларовым. И, значит, получается, они накаркали. Агаларов про это не знает. Он уехал, я говорю, слушайте, ваш друг, и такой вдруг взлет. Вы радуетесь за него? Ёба, как любые нормальные футболисты. Когда-нибудь это закончится у него? Потому что мы работали больше его. Мы талантливее его. А у него сучаря всё идёт. Любое прикосновение к мячу. Я говорю, но он забил 79 мячей за три тура. 79. Вы. И они в начале этого сезона говорят, вот вы и шатар. У него пропадёт фарт, он не будет больше забивать. И как накаркали парня, у парня ничего не идёт, пока я с ним не пообщаюсь. Атар, Атар, за эту историю мы у тебя ещё одну звезду забираем. У меня вообще отдельная благодарность тебе, Атар. Хорошо, что мы снимаем в четверг, а таблетки ты предостаёшь пить в понедельник. Прописанные тебе. Это очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Значит, давайте мы с вами быстренько покупаем... Ч-ч-ч-ч, дайте ему с чем-нибудь пошкребыхать. Оренбург вынес Ахмат 4-2. Спартак съездил в Воронеж 2-1. Благодаря Мевле 2-1. Он сейчас стал, да. Благодаря Мевле 2-1. Человек интрига. Интрига, да. Что скажешь по поводу... Как в биске. Как ты думаешь, Мевля посмотрел твои тирады в свой адрес? Да если он ещё посмотрел мои тирады, он бы заказал бы уже меня. Ну, а мы не знаем. Возможно, это... Но мне кажется, что зная бюджеты Мевли, он мог бы заказать тебя только с гарниром с каким-то... Ну да. С квашеной капустой. С квашеной капустой, например. Посмотри на Тимура. Я не уверен, что хватило бы и нас с гарниром. Ну и... Ну и главный матч для меня в этом туре был. Это ЦСКА Торпеда. Это вообще проклятый матч для тебя. Да. А ты болельщик ЦСКА? Да. Ну что ж, поздравляю. Спасибо. Но для меня вообще... Я не хочу опять нам сказать, давайте аналитику. Я хочу сказать, Максим Мухин, ты молодец как центральный защитник. Всё. Но он сделал всё, что мог. Он заработал 5-10 минут и дальше внёс какую-то красоту в этот футбол. Но мы не унываем... Костя, ну ты скажи мне, а в этот раз ты ни на что не поспорил с женой? Ты знаешь, я уже зарекаюсь спорить на что-то с женой. Когда ты Торпеда видишь, да? Потому что да, я уже там вычёркиваю шубы, там поездки на Мальдивы и так далее. Потому что бюджета не хватает на это. Ну, хотя ты знаешь, тебе даже не выгодно на крошу картошку спорить, когда Торпеда играет ЦСКА. Ты знаешь... Потому что Торпеда в этом году набрала 67% своих побед именно в матче ЦСКА. Давай так. Футбольный клуб ЦСКА – официальный поставщик очков для футбольного клуба Торпеда. Я не унываю, ребята, всё впереди. Но мне кажется, ЦСКА явно не хватило эмоций. Ну, конечно, когда они расплескали все эмоции в матче с Абаскалем, расплескал все эмоции Федотов. Расплескали Абаскаля? Да, расплескали. Абаскаля расплескали. Это такое стихотворение. Расплескали, Абаскаля. Ух, гудела вся страна. Абаскаля расплескали. Рифму дальше не придумал я. В общем, Федотов против Абаскаля. Ты уже защитил Федотова. Защити Абаскаля. Я так ещё не унижался нам. Не Абаскаля, а Спартаковского третьего. Давай, представь, что ты добровинский. Я скажу. Во-первых, я не понимаю, поскольку я из попоёбанного шоу-бизнеса. Насколько бессобытийным должен быть вид спорта, чтобы какое-то безобидное слово, с которого мы начали программу, с блестящей сценки, с клоун, привело в движение целую страну. Или намёки Юрана, как ты позволяешь себя вести в чужой стране. 21-е грузинское тысячелетие. 2022 год. Какая разница, откуда приехал человек. Он настолько живёт игрой, хоть он и болеет, хоть он и тренирует самую, пропускаем слово, команду, что предъявлять ему претензии, что он иностранец. Что это за хуйня негостеприимная, блядь? Да хоть эквадорец, я его рот ебал. А ты что, хотел, чтобы к нему вышел Федотов с хлебом, солью и что, и с медведем? Нет, как раз теперь перейдём. Федо, я ждал, если вы столько это обсуждаете, я всё искал, пересмотрел матч. Вот если бы он пизданул его от души на... Он хотел. Но это у него рука в 7 метров должна быть. Он не достал, он хотел. Нет, он никакой. Слушай, Абаскаль единственная, кого может ударить, это солистом группы «Фабрика». И то, если дадут, блядь, нахуй. Какой Абаскаль? А фабрика что, существует? По губам есть. Фабрика существует. Подождите, ваш футбол реально... Фабрика существует. В том мире, где вот Тарвича и существует. Нет, значит, Тимур, Костя, Федя, вот резюме какое. Абаскаль имел право предъявить, как по его видению, что честной игры нету ЦСКА. Но Федотов вместо вот стольких репликан развернулся бы и вдарил ему один раз. Из-за него и была бы красивая история. А так что-то кому-то сказал, ему 58 лет, блядь, прыгает, скачет. Пиздани его! Спасибо! Я просто подытожу, просто подытожу. Татар, я правильно понимаю, что то, что он ему, значит, негативно высказывает, но он охуел вообще. А пиздануть надо бы, да? Да. Так получается? Ну вот такая... Марабоксарная, ну да! Это называется цунг-цванг. Ну это называется, блядь, а тарку шлашили. Не делаешь тоже все хуже. Да. Смотрите, к конфликту подключилась кто? Зарема, правильно. И прокомментировала. А почему ты тогда сделал Зарему, она меня показала? Я показывал мимо тебя. Ага. На стену плача? Да, я насквозь, да. На стену плача. Но ее прикрыли немножко. Так, вот что цитирую. Человек разговаривает, как конюх. Очень органично для ЦСКА, сказала Зарема. Ну, я не знаю. Вообще, очень органично для Зарема, я бы так сказал. Да. Это реплика. А вмешался еще и Губерниев. Видимо, как-то отвлекся от биатлона и набросил. Как матершинник со стажем констатирую. Губерниев. Я, кстати, напоминаю, что Губерниевым материться учил от Аркушинашвили. Я только хотел, я только хотел, какой он матершинник был. Нет, а что это был за баттер? Это был баттл конюха и свинопаса или что за баттл был? Да, свинарка и пастуха. Да, свинарка и пастух такой был. Значит, тренер ЦСКА Федота в данном эпизоде ведет себя как быдлан, говорит Губерниев. Стыдоба да и только. И за тренера, и команду за подобное надо серьезно наказывать, говорит Губерниев. Да не на полном серьезе это все. А не реально это на полном серьезе? Нет, Губерниев, это сказал, он полном серьезе. Нет, так что ты просто не знаешь продолжение. А Губерниев как можно наказать? Как можно наказать Губерниев? Отшлепать. Со скидкой, Ир. Да, он же сегодня, его сегодня вызвали на КДК. Кстати, шутки шутками. Кого? Федотова. Да, объяснить. Посмотрим. Мы пока не знаем, как закончился КДК. Может быть, он закончился как КВН. Получается, и Федотова на три буквы тоже. Тоже, всех на три буквы. У нас сложно дальше с аббревиатурами. Вот столько ЛДПР смогли выйти за гранью трех букв. Давайте. Губерниев вообще активен на этой неделе. Да, он предложил вообще, ты идею сегодня сделал, поставить памятник часам Кокорина. В его родном городе, да? Чтобы часы стояли за 47 миллионов. Часы за 47 миллионов стояли. Стояли. Это может быть только в России. Мы ставим часы за 47 миллионов. Мы делаем так, чтобы они стояли. Чтобы они уверенно показывали без 10-10 всегда. Но два раза в день они будут показывать точное время. За 47 миллионов рублей. Ну, это как два раза в год Кокорин может забить гол, так и два раза в день они будут показывать точное время. Да, да. А вот тут вот, да? А вот тут смешно, но не актуально. Да, он уже три забил. Смешно, но не актуально. Три плюс один по системе гол плюс пас. Уже три плюс один? Это четыре. Просто он попал в чемпионат в Зазеркалье. Он в чемпионате Кипре это делает. Ну, да. И все равно. Попробовал бы в чемпионате Грузии забить, блядь. Хотя бы один мяч. Хороший, чемпионате Италии у него часы вообще не ходили. Начинает уже казаться, что Атар как-то связан с Грузией. Он все время упоминает Грузию. Постоянно, реально. Кутаиси, Ларри. Чтобы потратить Тимуру я это делаю специально. Я знаю, что он грузин. Ну, ты же понимаешь, чтобы ему было приятно. Значит, Андрей Кончельскис, он не грузин. Блядь, тот же еще один Бурчалкин. Что он сказал? Бурчалкин такой тоже был. Я сейчас хочу вернуться к часам. Я забыл кое-что, что тут же на вручении золотого мяча Роберт Ливандовский, который по многим параметрам явно уступает Кокорину. Ну, такой же, не хуже. Не хуже. Не хуже. Тоже одаренный. Ну да, талантливый тоже. Пришел, ну, помимо часов, у него еще был костюм, пришел в часах за 4000 рублей. Вот, Роберт, и посмотрите на его Кассио, вот эти вот, которые можно купить. Подтверждена история, что это 4000 рублей. Мне кажется, должна быть просто большая красивая история, снятая в формате видео, где Ливандовский и Кокорин меняются часами. И все становится на свои места. И Кокорин почему-то плачет. Кокорин отдает и плачет, да? У него прям слезы льются, нехотя. Нехотя. Реально, чувак сидит в Ашане, да, вот у него такая маленькая, там, ремонт, изготовление ключей, и к нему приходит Ливандовский батарейки поменять в Кассио. И он такой, ну ладно, окей. И потом Кокорин тоже говорит, и мне поменяйте, и мне, они не ходят за 47. След за ним. А может быть, что как раз-таки из-за неисправности часов у Кокорина он там точно не знает свой возраст. Вот из-за этого, возможно, все споры и идут. У него пока, я не знаю, какой сейчас год, подождите. Слушайте, а какие вообще, ну не знаю, самые дорогие и стремные покупки совершали футболисты, которых вы знаете, например, может быть. Ну помимо... Того друга Газизова, которого он перевел в «Спартак». Как звали того парня, который... Астон Урунов? Да, да, да. Астон Урунов, там вот у нас победа. Вам тоже постельное беде? Он здесь, что ли? Здесь, что ли? Нет, нет, нет. А ему пакет из «ЦУма» нужен. Пакет из «ЦУма», да, как раз-таки. Пустой можно. Слушайте, ну мне кажется, вот это шампанское Кокорина и Мамаева, там, это, мне кажется... Есть ощущения, что все... Все футболисты скидываются на отдельную карточку для Кокорина. Ну, подожди, у них как и почти 6% платят. Для футболистов там 6% ежегодный налог на идиотство. Я правильно понимаю? Ну, безрассудная трата денег. Ну, а я что, и зарабатывать? История всплыла, когда девушка, живущая в Казани, которую обрюхатил не я, к изумлению, а ваш троюродный брат, иранец, как... Азмун. Да, и она говорит, он при мне оформлял по три джета в неделю. Он при мне покупал особняк... Volkswagen Jetta? Да, или фолькшер, автопарк 20 единиц. Он на ребенка не дает... Вы знаете, какой он психически ненормальный? Говорит, а что? Он купил ипподром. У него три гарема, блядь. У него 14 борделей. Если ты говоришь, кто больше тратит... Вот она утверждает, такая девушка, в суде. И суд нашел ее доводы, что он тратит чуть ли не по 70 миллионов долларов в год на хуйню, справедливыми. То есть они просчитали его расходы. Кто-то превзошел нашего Кокорина. Серда Размун. А вот мне интересно. Обильно. Я думал, мы хоть в чем-то лидируем. Вот здесь вот, вот то, что Атар передавал слова той девушке. Это куда засчитывать? В счетчик пиздежа Атар. Это может идти? Нет. Все, понял. Это в счетчик пиздежа всей программой. Раз у нас пошли истории, у меня есть целая подборка тем для историй футбольных. Ребятушки, я предлагаю вам потянуть. Не знаю, потянете ли вы... Ты надел очки. Атар, он изобрел очки. Мой дизайн. Ну, как минимум, одно. Половина из очков изобрел. Кто будет тянуть? Первый. Я. Давай. Он, по идее, должен был сейчас все билеты забрать у тебя. Давайте. Федь, ты мне передай один любой. Тимур, мне не нравится. Ну так, факультативом. Ну ладно, на, это тебе скорее подойдет. Атар Кушнашвили, ты начнешь первый? Ты тянул первый. Почему я начну первым? Пусть начнет первым Федя. Так, что ты, Федь, давай начинай. Нет, давайте, давайте, я расскажу вам. Давай. Ускажите, я расскажу вам. Помните такого говеного солиста, который здесь жил? Да и хуй бы с ним. Ну, правильно. Помните, Датчанин, как его звали? Датчанин, он еще со студией... Да, да, да. Томас Невергрин. Томас Невергрин. Спасибо, блядь. Все, это была вся история. Значит, и Томас Невергрин был отчаянно влюблен, отчаянно влюблен, как я в гонорары, был влюблен в Ваню Семенович. В Аню. Неудивительно. В Ваню. В Ваню. В Ваню, да. В Ваня Семенович в Тель-Авив переехал. Из Барановичей. И он говорит, и он на гастролях, очередных моих, триумфальных и провальных у них... За сотку сейчас счетчик перешел. Он говорит, как мне поступить в данной ситуации? Вот как мне? Русских слов у меня мало. Я говорю, пойдем вдвоем. Я буду озвучивать. И он говорит, ну ты же... Ребята говорят, что ты матом ругаешься. Ты не знаешь нормальных слов для общения между парнем и девушкой. Я говорю, когда я, блядь, ругался матом нахуй? Пойдем, я тебе устаю романтическую встречу. Я предупредил Аню, что мы вечером, во время ужина, подсядем к ней. Семеновичу он нравился этот... Гандон. А у Семеновича как бы ужина это свидание с каким-то мужчиной. Да! Мы подсядем к тебе. Мы к тебе просто подсядем. Сегодня наша очередь. Значит, а он уже жил, Томас Навердвин уже адаптировался, он уже провел в нашей великой стране, на всякий случай, нахуй. Он уже месяцев восемь, он знал все. Мы спускаемся в зал, она сидит с каким-то парнем. Я говорю, вот видишь, у тебя два испытания. Ты должен сказать, я тебя люблю, блядь. И ты должен выкрутиться из этой форс-мажорной ситуации. Там уже какой-то претендент на ее сердце. И он говорил мне про мат, про мат, и он говорил мне, что он романтик. И он мне тут же на чистом русском говорит, нахуя мне это нужно? Блядь, неделю он мне говорил, что не знает ни одного русского матча. Видите, он так еще показал, как будто Томас Навердвин первый кахетинский датчанин. Нахуя мне нужно? Вообще-то эта программа, это футбол брат. Интересная история про футбол была сейчас вам ему рассказана. Блестящая? Блестящая. Потому что Томаса Невергрина ты бы мог устроить в «Спартак» в свое время легко. Потому что Томас Невергрин в детстве однажды опаздывал на поезд, и он бежал ровно так же, как бегают в футболе. Этого достаточно. Федя, а у тебя что? У меня тут написано «Суровый тренер». Ну, имя тренера, наверное, могу назвать. Имя футболиста называть не буду. Слышал эту историю от достоверных источников «Зенит». Отключите пока счетчик. Лучшие годы. Лучано Спалетти тренирует «Зенит». И один из футболистов, не знаю, кстати, может, она известная история. Ну, попробуем. Вот. И один из футболистов всю ночь хорошенечко отдыхал. Так, как умеет отдыхать даже от Аркушнашвили. Вот. И с утра он приезжает, утренняя тренировка, он, значит... Ну, а там беговая работа. Все. В общем, начинается... А ему, ну, хуево, невероятно футболисту. Просто он бежит. И он начинает, его начинает тошнить. Ну, просто он блюет и блюет. Бежит и блюет. Бежит и блюет. Ему хуево. Ну, вот реально. У него все вот это ночное выходит. На что Спалетти останавливает и говорит. Вот. Посмотрите, как надо тренироваться. Чтобы у человека все выходило. С какой самоотдачей. С какой самоотдачей, да, человек тренирует. Будешь в старте завтра. Это похоже на байку, ну, правда. Нет, это очень красивая история. Но вот мне рассказывают, что так и было. Как, кстати, реально, вот, как с бодуна, как лечить бадун? Никак не лечить, просто мне кажется, что сейчас послабее народ стал. Давай попросим Елену Малышеву когда-нибудь прийти к нам в программу. Елена Васильевна. Елена Васильевна, мы можем пригласить вас для двух тем. Показать еще раз обрезание и рассказать... Да и все, да и все. Как бороться? Да и все, хватит. Покажите просто еще раз обрезать. Мне интересно ваше похмелье, слушайте. Тимур, у тебя что, есть что-то на твою тему? Ну, я думаю, что... Слушай, я даже не хочу рассказать историю. У меня вот такая досталась тема футболисты-тусовщики. Ну, это то же самое. Ну, это просто... Ты понимаешь, что я могу сейчас войну и мир пересказывать? Ну, это просто миллион историй, и каждой пятницей или субботой на утро это будет вот эта история. Давай так, вот сейчас я тебе было или не было. У тебя было такое, что ты среди ночи в разгар, вот просто заходишь в бар в какой-то там, не знаю, караоке, ночной клуб, видишь футболиста там, и такой типа, нет, я пошел отсюда, и уходишь. Понимаешь? Нет, у меня такого не было, но было наоборот. У меня несколько раз была история, когда футболисты были. Ну, кстати, я тебе скажу так. Не буду, вот я не буду точно говорить фамилию, потому что у Феди история там, как бы, сколько-то там, там, 8-10 летней давности, когда спалить, там, 5-7 летней давности. У меня история этих выходных. Я захожу в 2 часа ночи в одно ночное заведение. Да ты что, блин. И там сидит футболист. Тебя уже здесь удивляет? Поет, танцует. И в матче, и в матче фонбет Кубка России, выходит, забивает гол решающе. Так что я тебе скажу, что... Ты совсем не подсказал нам. Собики, это не так плохо. Атар Кушинашвили. Нет, 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 нет. Слушайте, давайте так. Кто забил решающий гол? Ну, скажите. Нет, ну, сегодня было много матчей. Кто, какой футболист был, пишите в комментариях. А я хочу напомнить, что я недавно... Уже этот славный парень. Да подожди ты, господи. Все, мы загрузим. Ладно, давайте, пока я его вырубил. Давай, пока я его вырубил, давайте быстрее. Давайте, что-то проведем. Значит, недавно я увидел Фидоса в игре «Слабое звено». Это было круто. Фидос сыграл в... Это мое любимое шоу, кстати. В этом шоу сыграл на уровне всех российских команд в Еврокубках. Вылетел первым. Супер. Я предлагаю реабилитироваться. Мне скажите, «Слабое звено» с Киселевой? Да, оно идет. Оно существует, да? Да. Оно существует, по сей день выходит. Пока ты ходишь по ночным клубам, по телевизору показываются... Тимур, я тебе скажу одну вещь. Она ни капли не изменилась. Она также... Только раньше, если на первом канале шло это в 3 на 4 в картинке, и были помехи. А сейчас вожди. Понимаешь? И она классно выглядит. Ну, она пожестче стала. Пожжёстче стала, мне кажется, она стала пожёстче, как будто бы немножко. Да, вот, знаешь, хотя казалось, телевидение начала нулевых вообще можно было всё, а сейчас плюс-минус поменьше, скажем так. Так вот, но именно в этом формате поунижать, она, мне кажется, перестала стесняться. Пожёстче люблю, помягче. Всё, спасибо. Блядь, насколько хватит денег, блядь. Пожёстче люблю, помягче люблю. Итак, я предлагаю... Ну, какой же был футболист, а? Давай вот арбей. Я сейчас... Пожёстче, помягче, это не про грудь тебя спрашивали. Я сейчас предлагаю сыграть в слабое звено вот с этими участниками. Поддержите их у меня. Так ты знаешь, на каком вопросе я засыпался? Подожди секунду, Сек. Сейчас мы сыграем. Сейчас мы сыграем. Итак, здравствуйте, я Мария Киселёв и... Боже, я как будто сейчас... Ладно. Здравствуйте. Как будто кто-то на канале России полшина. Там у неё прямо вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Киселёв. Блядь. Угадайте, что за программа. Итак, поехали вопросы. Атар, назови четвёртую букву в имени Мирзова. Хуй его знает, блядь. Жди привет, это буква И. Резюан. Банк. Тимур. Сколько голов забил Чалов в московском дерби в прошлую субботу? Два. Ни одного в субботу играли Торпеда и Локомотив. Фидос. В какой форме играли Химки с Локомотивом в матче Фонбет Кубка России? Очень хуёвый. Правильный ответ. Атар. Что, Карим Бензима, получил сначала золотой мяч или золотой дождь? Золотой мяч! Золотой дождь из конфетти. Он же выиграл чемпионат мира в России у нас есть. Даже фотографии покажите. Тимур, как называется человек, который не может определиться, за какую команду болеет? Атеист. Константин Генич. Фидос. Первое слово, которое сказал Кирилл Набабкин в интервью? А-а-а, не знаю. Мамка. Точно. Атар. Как называется целенаправленный обман русского народа? Пиздёж. Цорн. Тимур. Цорн. Тимур, что ответила Зарема на вопрос в ЗАГСе, согласны ли вы стать женой Леонидов и Дуна? Подумаю. Банк. Фидос, кто 33 года просидел на печи? Емеля. А-а, да, именно из-за этого вопроса он и вы. Правильный ответ Илья Муромец. Время вышло. А теперь, а теперь, уважаемые участники, ну скажите, кто тот бегемот, что тянет команду в болото? Кто тот Атар, что не выбрал, выбрал не ту дорожку? И кто настолько лысый, что на нем можно подскользнуться? Пришло время назвать самое слабое звено. У вас таблички внизу. Сначала красный мах. Я угадал все ответы. Давайте, покажите, кто самое слабое звено Атар? Я совершенно точно ответил. Так, мне грустно это делать, блядь, но придется. По мнению Атара, слабое звено белоголовцев. Фидос. О, господи. У Фидоса написано Никита Тудроц. Да. Дождался он этого часа. Прости. Так. Так, покажи. Тимур, пожалуйста. Ага. Тимур Тудроц. Не будешь обижаться. Я клянусь, я не затаю обиду, даже если будет написано Атарик Хуйлое. На, Гуча. Обидся, обидся, обидся. Я напоминаю, это наша постоянная рубрика, унижаем тех, кого нет в студии. Знаешь, цеховая солидарность, блядь, можно было назвать этих немощных людей слабым звеном. Но, Нагучева, братана моего нахуй! Моего братана нахуй! Атар, давление по Москве по всей подскочило. Ты че? Прямо сейчас самое сильное звено, по мнению многих в этом зале, в нашей программе, Даша Кокарева и ее рубрика «Точный прогноз». Даша, привет. Глаза смотри ей. Вот это. Можно я какое-то время вот так, чтобы у нас тут поспокойнее. Даша. Даша. А знаешь, по себе, как было? Она прошлой неделе выходит и говорит, а у Тар где? Пришлось здесь позвать, и она скучала. Даша, расскажи, пожалуйста, что у нас с погодой? О погоде можно узнать, когда у Атары ломят суставы. А я вам расскажу о прогнозе на матче. Браво! Погнали! В эфире рубрика «Точный прогноз» в студии Дарья Кокарева. Прогнозировать футбольную погоду на стадионе «Факела» с каждым разом все труднее. Местные болельщики привыкли к жаре, но надвигающийся циклон из Ростова намеренно студить наглецов из Воронежа. После матчевые осадки в виде интервью главных тренеров обеспечены. Компания «Фонбет» дает на победу подопечных Карпина коэффициент 2,40. В Москве ожидается повышенное давление на ворота «Локомотива» и «Динамо». Железнодорожники сумели разогнать тучи над своей командой и рвутся в бой. Игроки «Динамо» вновь уверенно стоят на ногах. Но хватит ли этого, чтобы не улететь на дно таблицы? Компания «Фонбет» на ничью в этом матче предлагает коэффициент 3,55. Команда Виктора Гончаренко наладила погоду в доме и, наконец, вышла на свет из подвала турнирной таблицы. Крылья Советов, блеснув ослепительным ударом Пеняева в матче с Сочи, намерены увести из Екатеринбурга три очка. Кого согреют лучи победы? Компания «Фонбет» дает на победу Урала коэффициент 2,65. На северную столицу надвигается южный циклон. Хозяева намерены закрыть крышу стадиона и в теплой дружеской обстановке набрать три очка. Смогут ли сочинцы увезти из Санкт-Петербурга хотя бы очко? Компания «Фонбет» дает на победу «Зенита». В этом матче коэффициент 1,30. Пусть ваша ставка сыграет. С вами была Дарья Кокарева. Далее в программе. Раджан Ингалан устроил перекур на скамейке запасных. Карим Бензима обошел конкурентов в борьбе за золотой мяч. Ференс Варош Станислава Черчесова закончил выступление в Кубке Венгрии. Это футбол, брат. Почему, я не знаю, все были похожи? А как вы уговорили, почему все были похожи, а Станислав Саламович был сам? Свободного времени много. Значит, наша постоянная рубрика «Там, где нас нет», но в этот раз она называется еще «Там, где нас нет» и, наверное, никогда не будет. Вручение футбол мяча. Там, где нас не было, нет и не будет. Ну, как бы у нас есть там приз Льва Яшина, так-то, на секундочку. И вы знаете все результаты. Карим Бензима, лучший футболист мира. Напоминаю, что Карим Бензима учился чеканить у Атара Кушанашвили. Спасибо, что избавил меня от необходимости об этом напоминать. И у нас тоже есть, мы решили, почему российский футбол обделен золотым мячом. Почему? У тебя есть два золотых мяча. Почему ты ни отдельно не отдал? Подожди, тут надо, имелось в виду. Никто тебя еще так не называл. Просто, ну, я вижу, что... Да, я впал в ступор. Вы хотите это как социальное явление исследовать? Почему у нас нет? Нет, мы знаем, что это цыганская транспортология. Почему нет? Игроков, равных мне по таланту... Два. Не было. Игроков, равных мне по таланту, после меня не было. Был Кокорин до первой рюмки. До первого похода в то место, где он обнаружил капитана сборной России. И после... Вот я думаю, кто из наших... Нет, в ближайшем будущем ничего не будет. Ничего не будет. Давайте, может, какие-то номинации могут быть в золотом мяче, которые мы могли... Ну, если там лучший вратарь, лучшая футболист-женщина, лучший нападающий, лучший футболист. У нас есть варианты, в которых мы реально могли бы брать золотой мяч. Например? Я бы даже так сказал, это золотой панч. Ну, вот, например, номинация «Самый забивной». Кто сильнее всех забил на футбол? Да я задумался, блядь. Например? Я еще задумался. У нас есть три номинанта. Это Томас Цорн, это Александр Кокорин и Астон Урунов. Пока они в шорт-листе, наша комиссия... Ну, у нас будет жюри, да? Конечно, у нас будет жюри. Мы 157 тысяч человек трудоустроим ради этого. Ну, Кокорин, это точно надо отсюда убирать. Я еще раз говорю, Кокорин сейчас забил не на футбол, он сейчас... Гол-го, еще раз повторяю. Гол плюс пас. Три плюс один. Ну что мы, человека, совсем-то уж будем вгонять. На чемпионате Кипра. На чемпионате Кипра. Ты там был? Ты бы еще про Медиалигу сказал, чтобы он скупал. Вот видишь? А Кокорин совместил. Совместил, да. Молодец. Это называется work and travel программа. Нет, Цорн бесспорный. В принципе, вы знаете, я сейчас формулировку придумал. Хорошо, что я не поехал. Что на чемпионате Кипра можно забивать даже на удаленке работает. Из дома просто пишешь. Я забил. Я забил. Мы согласны. Вышли тебе подтверждающие документы. Нет, нет, просто окей. Я забил, окей. И у нас есть еще лучший атакующий дуэт. Это дуэты, которые зрелищно атакуют друг друга. Акбаскаль Федотов, просто яркий дуэт. Дмитрий Хохлов, который атакует Фейсбук, нерушимую машину отсудил 65 миллионов рублей. Он что, когда всю работу не заработал? За всю тренерскую карьеру столько не заработал. Вот это, представляешь, золотой лайк у человека в Фейсбуке. А интересно, вот если он в Фейсбуке выложит фотографию с деньгами. Видите, знаете, этот небо. 65 миллионов так даю. И он лежит в Фейсбуке выкладывает фотографию. Ну и мой любимый атакующий дуэт, это Тимур Гурцкая из «Зарема». В общем, ребята, у нас розыгрыш. Пишите свои варианты золотого панча. Кто получает, за что и почему. Автор самого креативного получит по традиции приз от нас. Автограф отара. Да. Нет, 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 давайте что-то нормальное подарим. Давайте мы подарим вам то, что принимает отар перед съемками. Я бы даже сказал так, давайте просто все-таки что-то подарим. Да, хоть что-то. Я бы что-то подарил. Нет, у нас классные призы, поверьте мне. Любишь рэп? Я изобрел рэп, блядь. Ты иногда не дозбиваешься с генеральной столбовой дороги. Это же Атар Тупак Атар. Да. Тупак Атар, да. Как ты думаешь, Эминем, Эминем, откуда Эминем? Это же Кутаисец, блядь, Эминем. Ему 50 лет, кстати, на этой неделе исполнил. 50 лет, твой одноклассник. Поздравляю, ублюдок. Рэпер Дрейк. Слышал о Дрейке. Рэпер Дрейк? Куда ездить? Дрейк это не то, что ты делаешь по утрам. Умил Эминем, Эминем, который 600 тысяч продул, чтобы выглядеть молодо. Это мои деньги были, ты должен мне, чмо. Для тех, кто не поспевает за мыслью от Ары Кушанашвили, говорю новость. Рэпер Дрейк в воскресенье сделал ставку на победы Арсенала над Лицем и Барселоны над Реалом. И продул все. И продул 600 тысяч американских долларов. А я между тем брал их в долг у фон Бетта. А сколько он мог выиграть? А мог выиграть, по-моему, 2 миллиона 800. 2 миллиона 800. 2 миллиона 800. Мог выиграть. Ты знаешь, что бывают такие деньги, Атар? Блядь, я... Нет, блядь, нет. Я дружу с фон Беттом, я знаю, что бывают миллиарды. Но здесь дело в другом. Я вовремя вернул, чтобы себе карьеру устроить. Вовремя вернулся. Ты верни мне деньги, ты хуй сосня юбаная, блядь. Подожди, я пытаюсь в эти очки разглядеть вообще продолжение карьеры Атара. Куда этот путь ведет? Нет следов. А ты вот реально под на денег? Там реально ничего не видно. Там реально, там просто... Они все в белом. Тимур, Дрейк вот так вот выкладывал, он пиарился. Скажи, пожалуйста, за... Ну нет, послушайте, но... За счет Атар? Просто смотри, просто смотри, если бы он зарегистрировался бы на фон Бет... Первый, это две тысячи... Во-первых, он получил бы две тысячи рублей бесплатно. Да. Вот. А это, между прочим, переведем по курсу завтрашнего дня, это семь тысяч долларов как минимум. Ага, восемь. Блядь, Казаченко живет на две тысячи год, йопты. Блядь. Вы так... О, эти люди! Блядь! А почему ты открываешь последние страницы в Википедии? Туда, в пригар уходишь уже. Блядь, обосрали столпа эстрады российской. Что правильнее? Давай так, давай советы Дрейку, как правильно ставить. Послушай, правильно смотри, что надо делать. Надо просто ставить на матч мята России. Да. На торпедо. На торпедо. Дрейк поставил на торпедо. Или выйдет мебель и Спартак пропустит гол. Вот это проиграть просто невозможно. Дорогой Дрейк, я знаю, ты нас смотришь. Дорогой рэпер... Потому что здесь твой отец, когда мы еще увидим. Ты не уточняем, ты уточни, какой Дрейк. Уточни, что это рэпер Дрейк. Дорогой рэпер Дрейк. Потому что многие Дрейк делают, когда смотрят нашу программу. Я правильно понимаю, что ты настаиваешь на этой шутке? Я настаиваю. Потому что она должна выдержаться. Она должна... Это двойной прогон. Да, еще раз давай ее скажи. Со второго раза она зайдет. Значит, смотри, заходи на Фонбет, регистрируйся, и у тебя таких факапов не будет. И делай прогнозы и на Фонбет Кубок России, и на Чемпионат России. Потому что это футбол, брат. Двигаемся дальше. В Челсе, я тут узнал, почему они так хорошо играют. Почему так играют хорошо? Потому что я руковожу общим процессом. Я надеюсь, это не Марина Грановская? Нет, на самом деле... Это один из моих псевдонимов, да, было такое дело. У меня есть версия, почему Челсе так хорошо играют. Ты, наверное, хочешь рассказать о том, что они греют бутсы? Да. А это как раз-таки Атар перед матчами дышит туда. Смотри. Внутрь. Я так и... Я хотел сказать, какую помощь я оказываю. Я амуницию готовлю. Для тех, кто играет. Это единственный случай, когда у футболистов после матча ноги воняют, ну вот, не потом, а перегаром. Кинзой. Когда столько... Симбиозом! Симбиозом! На самом деле, они действительно греют бутсы, игроки Челсе перед матчами, но не мазили, а в микроволновке. С собой даже возят... Бутсы. Бутсы. Бутсы в микроволновке, чтобы перед матчем погреть. Я знаю, кто работает в офисе. Какая ситуация происходит, когда кто-то погреет рыбу в микроволновке? Потому что вонь стоит... Вонь стоит такая, как будто... Это ты где, в общежитии работаешь, что ли? Что? Где ты работаешь? Вот в общежитии только греют рыбу. Интересно, по мнению Тимура... А везде их холодную едят, везде суши едят, что ли? Нет, а что за греют рыбу? Тимур, ты, наверное, давно не работал в офисах. Там люди приносят с собой... Мы с ним даже не знаем... Какую? Вот скажи, Петь, что должно быть, что человек приносит рыбу в офис греет? Бля, действительно, все-таки нет. Ну рыбу брать я точно не буду. По четвергам все приносят рыбу. А вдруг ты работаешь среди людей, которые кошерную пищу едят и не едят свинину? Или среди тех, кто любит оградить домино. Ты в почтовом... И... 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 И рыбу все время, понимаешь, у них заберут. Что еще... Давайте так, что нужно погреть российскому футболисту, чтобы заиграть в Челси? Атар, что тебе... Почему ты, наверное, это будет? Это потенциальный совет Арсену Захаряну. Да, 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 Арсен. Арсен, ты хорошо и нагрели подряд. Долма, принеси долма, да? Принеси с собой долма, погрей и будешь в Челси. Все. Все. Закончили. Дальше играть не надо, да. В футболе нюансов нет. Это многие знают, да? И так решил игрок колумбийского клуба Санта-Фе, не путать с автомобилем. Стоя в стенке, во время штрафного удара он спустил трусы. И показал... Приспустил. 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 Ну, как бы, знаешь, тут такая ситуация, если вода выше ушей, то ты уже как бы захлебнулся. А тут, если трусы, линия трусиков ниже, как бы, пьемарной четвертого... Ты очень долго описываешь ситуацию, там вот все видно, да, все. Да, он сделал бы это в игре. Но, послушай, там изначально, ты же вот весь считаешь, игрок колумбийского Санта-Фе. Игрок колумбийского клуба может сделать вообще все, что угодно. Атар, Атар, к тебе, к эксперту по... Колумбийскому футболу. ...клумбийскому людям и колумбийскому футболу. Почему он мог так сделать? Он ебанат ее... О, это реально много... Давайте так, мы пригласили эксперта по Колумбии. Есть ли история из кутаистского торпедо, где вы так же делали во время игры? Мы выпендривались перед девчонками, ибо футбол есть первейший способ покорить сердца всех шлё-девчонок. Но, вот то, что сделал он якобы с претензией на то, чтобы сбить фокус внимания, ну, если бы он и сделал это в матче, кутаистская торпеда, тбилистская Динамо, на него бы спустили все, ёб твоя. Вот это, представь, вот сделать такое. Ну, что я такое показал? Кому, кого ты удивишь, ёб твоя. Блядь, только Данилу Козловского, ёб твою мать. Я хочу эту шутку, чтобы меня прояснили. Почему Данилу Козловского? Это первая фамилия говна, которая пришла мне в голову. Вот так у него это всё и происходит. Рандомный, рандомный просто был... Между прочим, более того, при встрече с Данилой Козловским я потребую денег, что я был первый, кто за последние 8 месяцев произнёс его чвошную фамилию. Где вы были все эти 8 месяцев? Вот мой принцип. Приём, блядь. Давай. Атар, я просто... К концу программы мне уже хочется всё понимать. Это что значит? Продолжаем, братан. Продолжаем, братан. Я смотрел недавно сериал «Корона», и там королева Англии вот так приветствовал людей. Ты только не говори, что королева Англии твоя дочь. Поэтому ты в чёрном. Тогда я удивлял, почему ты такой счастливый. Почему ты в чёрном? Ну что, давайте мы поговорим про 14-й тур российской премьер-лиги. Лучшей лиги на свете. Да, у нас не снимают трусики. Даже после игры. Прогнозы на 14-й тур. Так получилось, что мы в одной команде с Атаром Кудшинашвили, но я в прошлый раз... Ты не плачь. Я не плачь. Я не сделал ни одного точного прогноза в прошлый раз. Это неудивительно. Ничего страшного. Ноль. Надеюсь, и сейчас мы будем не хуже. Да. Поэтому я говорю вам для начала матч и те коэффициенты, которые предлагает Фонбет. Пари. НН против Краснодара. Победа Нижнего Новгорода 2-9. Ничья 3-6. Победа Краснодара 2-35. Давайте мы не слабее. Давайте начинаем. Дорогой Атар, нуждаешься ли ты в деньгах прямо сейчас? А я можно... Я угадал хоть какой-то из... Нет. Он же только что нет говорил. Нет, нет, я был в той программе, где был с Белоголовцев. Помнишь, я говорил про... Атар, нет. Нет. Да нет. Нет. Я не знаю. Нет, блядь. Хорошо. Это не будет ничего из того, что я могу на что-нибудь другое поставить. Это будет ничья. Ты можешь поставить на зеро вообще. Ничья будет. Как в Монте-Карло, мэром которого ты был 4 года. Ничья. Результативная ничья будет. Результативная ничья будет. То есть 1-1. Коэффициент 3-6. На самом деле, если ты поставишь все, что у тебя есть, эти 150 рублей. Ты можешь... Уже 100, блядь. Уже 100. Ты попил кофе? А ты ему не сказали, что здесь не надо платить за кофе? Нет. Нет. Это он просто... 1-1. Ты можешь выиграть 360 рублей. Ребят, ваш прогноз? Не знаю. А вчера, кстати, по РНН в Кубке России обыграл Краснодар. Ну вот. Будет продолжение банкета? Я бы сказал, что да. Для меня, так как я почти ничего не знаю про пари НН команду, кроме того, что до этого их тренировал Сашка Киржаков. Поэтому я поддерживаю пари Нижний Новгород и говорю, что они победят. Победят пари Нижний Новгород. За ничью 3,5, а за победу Ростова 2,40. Кстати, тотал больше 4,5 будет, и никто не забьет 10,5. Если ты нуждаешься в деньгах... Говоришь, что 0-0 счет будет, да? Счет 0-0. Мы заработаем в 10,5 раз больше, чем поставим. Даже если я в это не верю, но надо поставить на ничью, чтобы заработать. Ты можешь... Да во что ты веришь? Очень хочется. Я верю, блядь, в победу, блядь, воронежской нахуй команды, ебаная. Подожди, а как же твой ученик Карпин? 2,85 фонбет дает за победу факела. И я смогу сходить в ресторан или что? Нет, ну... Просто сходить, да, поесть, нет. Я хочу, чтобы победа факела, какой бы ни был коэффициент от фонбета. Ребята из факела, если вы выиграете, вышлите небольшую сумму в скромненький ресторан быстрого питания для Атаро Кушинашкина. Он от всей души отметит вашу победу. Я соглашусь с Атаром. Победа факела, 2,85 предлагает фонбет. Ваш какой ход будет? Федь, ну а мы что, ну поддержим тренера сборной России? У меня тут вообще прям вот разделение полнейшее, потому что я-то со своей колокольни на это смотрю. И за факел и за Ростов играют ребята из медиакоманды. За факел играет Матвей Вахнов, он же Мотя. За Ростов играет Артем Тумба, он же Пантера. Но как-то, наверное, я чуть-чуть побольше переживаю за Мотю, поэтому я тоже на факел. На факел. И вы на факел. Валкотестер. И сколько показывает, вот такой коэффициент гол умножается. То есть если он там в говно, там 2,3 просто. А как обидно, что ты в говно, а у тебя всего 2,3. Нет, ты говоришь, что ты не знаешь правила медиафутбола. Так там есть Паша Техник, эта команда будет выигрывать всегда. Кстати, кто не понимает, что это за человек, ребята, это Паша Техник с ТВ6. Во, во, я понял, это Паша Техник. Это аналогия не всем понятна. Это такой очень живучий долбоеб. Ты что, блядь, людям про Пашу Техник с ТВ6. Все помнят. В общем, мы все на победу факела, правильно? Да, на победу факела, да. Но давайте так, тотал больше, какой у нас будет? Тотал больше нуля. Ох уж эти изобретательные ребята из медиалиги. Локомотив Динамо, дерби столичное. Победа Локомотива у Фонбет 2,6. Ничья 3,55. Победа Динамо 2,6. Но еще есть Локо Фора, минус полтора, 4,8. И точный счет 1,2, 10 коэффициент. Давай мы с тобой поставим вот как. Мне кажется, что Динамо выиграет от матча. До настоящего момента самые беспросветные, самые унылые, самые никчемушные, самые никакие команды вселенной, блядь. Поставь на что хочешь, я присоединяюсь на. Ты хорошо, знаешь, предматч такой сделал. Матч Дэй. Типа, Кость, ты разбираешься в говне, давай. Именно этот посыл. Преправильно противник. Ну я не могу. Давайте так. А вы заметили, что мы за этот выпуск потихонечку научились переводить Атара? И мы скоро можем официально уже быть его переводчиком. Вон, вон приходите. Он же каждый день вон выступает. Естественно. И мы такие, ну переводим. Наконец-то. Наконец-то с Гретой Тумберг его познакомим. Они пообщаются. Все классно. Перепишем учебники истории в очередной раз. Точный счет. Давайте так поставим, что точный счет. 1-2. Победа Динамо. Я желаю динамомцам удачи. Наш счет украли вы. Да, я десяточку хочу срубить. Давай, я тоже хочу. Нихуя себе, блядь. Ладно, одна унылая едва одолеет другую. Пусть 1-2 будет. Едва и там, кстати, тоже играет. Если что. Да, 1-2. Пользуй Динамо. Десяточка. Ваш прогноз какой? Ну, мы хотели тоже поставить победу Динамо. Ну, ставьте другую какую-то тогда. Ну, мы просто победу Динамо поставили. Просто победу Динамо 2-6. Окей. Оренбург, ЦСКА. Я что-то боюсь уже прогнозировать. Давайте вы начнете, ребята. Слушай, Оренбург выиграл 6 или 7 матчей подряд дома. На резинке на своей. Тогда спокойненько ставим на Оренбург. Да идите вы в жопу. Абсолютно верно. Ну, не может у меня быть такой недели и торпеды влететь. Чтобы наша команда проигрывала несколько подряд. Подожди, а почему ты на нас давление оказываешь? Дай нам свободу слова. Нет, я как комментарий. Я комментирую, а вы продолжайте двигаться. А, хорошо. Я как комментарий. Мы берем тогда Оренбург. За Оренбург 4-2 прогноз от Фонбета. Ставка. Ничья 4-5. И победа ЦСКА 1-75. Смотри, так как мы десятку срубаем с Динамо, уже. Я начинаю говорить, как ты. Так как мы, понимаешь, с Динамо срубаем. Давай здесь поставим на ЦСКА. И 1-75 будет наше. У Оренбурга в гостях. На том покрытии, которое я им продал за 300 рублей, блядь. Все резинки, которые ты использовал. Ты подразил зеленый. Это ковер из-за тарах комнаты. При той ненависти, которую они испытывают к москвичам, приезжим. При той поддержке, которая будет на стадионе. Сколько мы сможем, если я твой идиотский прогноз поддержу? 1-75. То есть, если мы поставим 100 рублей, выиграем 175. Сойдет нахуй. Любая копейка поможет. Ребят, сначала прогнозы. Сначала прогнозы. Если победит Сочи в этом матче, можно получить коэффициент 9. Если будет ничья, 5-9. А если победит Зенит, то 1-3. Короче, сразу мы проснулись уже, да? Проснулись. То есть, мы не спим. Не спим. Но я не знаю, надо ли говорить, что Зенит выиграет в два мяча? Ну, можно говорить. Все, Зенит выиграет в два мяча. А Сочи 4 очка в прошлом году взяли с Зенитом. Ну, и все. То есть, здесь может быть ничья и победа. Давай на ничью поставим. Зенит-Сочи, ничья. Сочи-Зенит. Ничья. Зенит. В Питере? В Питере? Да, да. Есть такой город. Поскольку это научная... Поскольку ты основал Петербург, давай. Да. Поскольку это научная фантастика, я пойду, подпишусь под этой хуйней. Сколько мы получим, если ничья? Ты ничего, а я... Ну, сколько, сколько? Если ничья, 5-10. Из того, что у вас уже ничего нет, то... Подожди. 100 рублей ставим. Подожди, вы свои 100 рублей уже только что проиграли на ЦСКА. У вас нет денег. Давай начнем. Денегами выясним пока. Мы можем продать всеми Атара. Ладно. Значит, 70... На что вы поставите 30 рублей? Еще поразвлекайтесь? Давай. Еще можете немного... Ребята, Атар наш на два дня еще. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, я присоединяюсь к твоему прогнозу. К моему какому? К ничьей? К ничьей, да. 5,9 коэффициента от Фонбета. На Сойда произойдет. 1,3. Победа в Сочи 9. А вы что, на Зенит два мяча, да? Слободите. Ребятушки, тоже заходите на приложение, на сайт Фонбета. Также прогнозируйте вместе с нами. Через неделю поймем, кто из нас лошара, как Дрейк. При с имени Дрейка у нас будет. У меня периодически рубрика в течение нашей программы. Это вопросы Атара Кушнашвили. Атар, зачем ты негазированную воду сейчас вот так взбалтывал? Чтобы появился там газик. Просто узнать. Отвечаю за Атару. Так она становится святой. Нет, когда... Атар... Браво! Костя, Костя, не могу встать. Атар, это он. Ты сейчас, кстати, ты сейчас ему взял, продал название. У меня была версия, ну, пигмейская, низкопробная. На другие-то я не способен. Почему я так делаю? Потому что были... Выходила барышня. И перебросить... Выходила барышня, и до сих пор эмоций полно. Ну, блядь, ты сказал сейчас мне нахуй. Ни туда я не говорил. Блестяще, спасибо. А, добавляйте время, погнали. Сегодня нет у нас Ромы Нагучева. И Атар прямо в течение всего выпуска вспоминает о Роме. Он же уже седьмой раз используется. Это браво! Блестяще, блестяще, блестяще. Ребятушки, у нас дополнительное время и наши необычные ставки. Так вообще не хочется, чтобы это все заканчивалось. Вообще прям. Спасибо, ребятушки, что досмотрели. С вас подписка, колокольчик, лайк и комментарий, естественно. И у нас необычные ставки. Мы сейчас быстренько по ним пробежимся. Давайте. На Камличенко регулярно ставят пенальти на его игре. Ставка, что на Камличенко не дадут пенальти после просмотра. Вар 10 к 1. В этом туре так было? Да. Посмотрели и не дали на нем пенальти. Посмотрели, увидели Волка из «Ну погоди». Да. И говорят, нет. Все вары, которые смотрят на Камличенко, они так начинаются. Та-ра-да-да-да-да-да-да. Мультипликатор Котеночкин. Так. Сычевой забьет и покажет очередной перформанс. Креативную надпись на футболке или что ты... А, вот просто креативную надпись на футболке. То есть покажет. Типа, я передумал, не выходи. Кстати, это очень хорошая ставка. Он точно забьет гол ЦСКА и покажет надпись. Давайте так. Это будет уже, когда все команды уйдут с поля, болельщики погаснет свет на этих, на матчах, и он забьет. Ставка 8 к 1 за гол и перформанс от Сычевого. Креативная надпись под футболкой. Кстати, я хочу сказать отдельное спасибо. Меня не было в эфире Сычевому за его гол и то, что он сделал предложение девушке. Я готов бесплатно провести свадьбу вам, ребята. Тоже во время матча? Бесплатно это сколько? Бесплатно это сколько? Бесплатно это столько, сколько у Атара в кармане. Это бесплатно. 5 тысяч рублей. Хорошо зарабатывает, блядь. Значит так, смотрите. У Нагучева это ставка имени Романа, по которому скучаем очень сильно мы. А Атар вдвойне скучает. Он вообще хочет уйти, потому что тут нет Нагучева. 14 лет работы комментатором. Можно давать комментаторский паспорт уже, получается, Нагучева. В честь этого события ставка, что в туре забьет игрок по имени Роман 7 к 1 в туре российской футбольной премьер-лиги. Есть какие игроки у нас вообще? А если Хуан Роман Рикельми забьется вдруг неожиданно, это будет считаться, что у него двойное имя Хуан Роман? Ну да, конечно. Или будет чуть-чуть... В общем, эти кодинные ставки от Фонбет и все другие ставки можно найти в приложении и на сайте, куда сейчас побежит Атар. Итак, давайте у нас всем золотой мяч за эту программу. Блестящая программа! Говори, говори, блядь! Карим Кушунашвили. Бензимашвили. Да. Федот Бензима. Спасибо, спасибо. И Тимур Гурцкая. Браво! И я, Константин Алисов, увидимся на следующей неделе. Сравним, кто сколько поставил. Хватит лупить, меня уже заколебал. Будет ли Атар Кушунашвили, тоже можно спрогнозировать в комментариях. Пока, ребята! Ура! Пока!